Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. На связи Федор Васильев. Мы продолжаем разбирать тему Woodmort, урок номер 16. В этом видео хочется рассмотреть дополнительные возможности одного товара. У меня осознанно несколько товаров. Я захожу в любой из них и давайте посмотрим. Здесь есть о чем рассказать и темы, наверное, даже не одного урока, но конкретно в этом видео. Прокручиваем ниже и мы будем разбирать именно вот эту вкладку MetaBox. Настройки, получается, будут действовать в рамках одного товара. И давайте посмотрим. Здесь у нас разбито на вкладки. Первое у нас – общие. Первая опция – постоянный ярлык «Новое». Здесь на картинке это видно. И мы это с вами наглядно посмотрим, как присваивается иконка. И также отметить товар как новый до даты. Кликая мышкой в поле, вы можете выбрать, чтобы метка «Новый», допустим, была только 3 дня. После этого обновляем товар. Идем на сайт. У меня это планшет. Посмотрим сначала в сетке товаров. Здесь есть отметка «Новое» появляется. Если мы провалимся внутрь, то здесь отметка «Новое» тоже мы видим. Следующая опция – атрибут сетки для отображения. Здесь на картинке видно, что нам показаны выбор цвета. Но здесь есть выбор наших атрибутов. Для тех, кто совсем только новичок, вот здесь задаются атрибуты для товара. Допустим, выбор цвета. В каком цвете продается товар. Я здесь уже забивал. Вот у меня есть три цвета. Но даже без вот этого выбора, вот здесь у меня внизу есть цвет, чтобы назначить его. Даже если он не назначен, у меня все равно отображается цвет, если я нажму на «Выбрать параметр». Вот здесь вот они отображаются все равно. Поэтому не совсем вот здесь вот понятно, то есть опция не выбрана цвета, а цвет виден. Я думаю, что здесь еще глобальной настройки надо будет разбирать. Тема «Вудморт». Это мы будем позже касаться и доберемся здесь до истины в итоге. Поэтому пока что движемся дальше. Скрыть похожие продукты. Ну, внизу, как правило, да, если мы провалимся в товар. Вот похожие товары. Автоматический блок, то есть получается из той же, допустим, категории. Скрыть. Обновляем карточку. Мы видим, что внизу больше похожие товары не отображаются в рамках этого товара, одного товара. Следующая опция «Исключить вариативные продукты из сетки». Да, нет. И следующая опция у нас – это ссылка на видео. Очень интересно с YouTube. Давайте попробуем вставить. Вставляем ссылку на видео с YouTube. Сохраняемся. Обратите внимание, как выглядит ссылка. Не все ссылки сюда подходят. То есть, если вы копируете где-нибудь, отсюда поделиться, вот ссылка, она не будет работать. Надо брать прямо вот из браузера ссылку на ролик. И что получается? У нас появляется, вот где у нас картинки товаров, да, появляется иконка такая, наводим мышь, смотреть видео. Нажимаем, в всплывающем окне у нас идет видео. Дальше переходим в макет. Пользовательская шапка для этого продукта. Ну, мы с вами ранее уже в уроках что-то подобное рассматривали для страниц. Наша верхняя шапка для конкретного товара может отличаться. Давайте еще раз это посмотрим, если вы не смотрели предыдущие уроки. Обновляем сайт. Для конкретного товара, видите, совсем другая шапка, ранее созданная мной. Смотрим, возвращаем на место. Ширина изображения товара есть по умолчанию. Маленькое изображение, сиреннее большое, во всю ширину блочное или во всю ширину сайта. Если это применим, у нас просто огромное изображение. Естественно, оно заранее должно быть вами подготовлено здесь, если вы хотите использовать такие большие изображения. Расположение миниатюры, как она будет располагаться. На самом деле, чтобы их увидеть, во-первых, их нужно добавить вот сюда к галерее товара. То есть вот здесь добавляют у нас одно изображение, вот здесь вот несколько. И это все можно настроить для всех товаров в глобальных настройках, мы позже их коснемся. Сейчас, конечно, можете поиграться, но сначала добавьте товары в галерею. Дальше, дополнительный блок контента. Мы с вами уже неоднократно касались HTML-блоков. Вот они здесь находятся для тех, кто не смотрел мои ранние уроки. И здесь можно выбрать. У меня заранее подготовленные блоки уже есть. Я любой чисто произвольный возьму, чтобы посмотреть, как это выглядит здесь. Расположение дополнительного содержимого. У нас есть возможность, вот тут подсказка под товаром, перед контентом. И предфутер есть еще такое. Давайте перед контентом HTML-блок выведем. Ранее я создавал вот такой HTML-блок с пандами. Вот я открыл товар. Товар вообще весь, он начинается ниже, вся информация о нем. А здесь стоит такой баннер. Ну, сами решите, как это можно использовать. Следующая вкладка «Стиль». По умолчанию у нас стоит. Можно сделать, тут два у нас по умолчанию и по центру. Продукт «Бэкграунд». Здесь можно, то есть «Бэкграунд» — это заливка фоном. Можно выбрать какой-то цвет. Смотрим на сайте. То есть область, где у нас располагается контент карточки товара. И плюс еще какая-то вот нижняя полоса. На самом деле это не полоса, это сзади такой заливочный фон. Его перекрывает этот белый блок с деталями. Вот он желтый. И то, что по центру выбрано было мною, вот это по центру, да, у нас вот эта информация, она, видите, центрируется в рамках своей колонки. Смотрится, в принципе, достаточно интересно. Следующая у нас опция «Боковая панель». По умолчанию стоит без, то есть без панели слева-справа. Эти опции, они также есть глобально для всего сайта. Мы позже до них с вами дойдем. Но это мы можем настроить именно к этому одному товару. Пусть и пускай будет справа. Размер сайтбара маленький, средний, большой. На ваше усмотрение. И если мы вот сейчас посмотрим, что-то изменится. У нас изменилась. Область контента стала меньше. Область для виджета показывается, но виджетов здесь нет. Потому что они не добавлены. Во-первых, вы можете ниже, тут даже весь список не умещается в видео, выбрать область, откуда будут виджеты транслироваться именно к этому товару. Возможно, какая-то отдельная реклама к этому товару. Для этого вам надо будет зайти в виджеты. Вот они. Справа здесь все области виджетов. Вот у меня есть главная область виджета. Допустим, здесь вот есть какая-то информация сейчас. Из любого, где у вас что-то находится, или вот область виджета портфолио. Здесь я добавил ранее календарь. Возвращаюсь в товар. И вот здесь вот область виджета портфолио. Допустим, я выбираю. Обновляю товар. И получается, вот, календарь показывается только к этому товару. Следующая у нас в вкладке. Скрыть заголовок вкладок. Но у нас сейчас вкладки пока что не видны, потому что ничего не задано. Как только мы здесь заголовок забьем, у нас есть возможность отобразить две вкладки. Давайте посмотрим. Здесь будет первая. Переходим в топ-2. Здесь будет заголовок вторая. И скрыть заголовок? Да, нет. И есть возможность просто текст добавить, либо добавить HTML-блок. Давайте в первый текст. Я добавлю просто текст. А во вторую мы можем переключиться на HTML-блок. И уже привычным для нас способом подкрепить сюда какой-то HTML-заранее заготовленный блок. У нас с вами появляется внизу, да, есть детали, есть отзывы, есть некая вкладка, которую тоже мы доберемся до нее позже в уроках. И вот она первая. Нажимая на нее видим текст, который я добавил. Вторая. Появляется тот HTML-блок с баннером, который ранее я делал. Здесь все у нас работает. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok